Сегодня парламент выбирает президента страны. Кандидатов было четверо. Предложено национальным объединением беспартийный Эггел Слэйвиц, представитель союза зеленых и крестьян Раймонд Вейнис, Сергей Долгополов от согласия и Мартинш Бондарс от объединения регионов. В здании Сэйма весь день работают наши специальные корреспонденты. Сейчас на прямой связи с нашей студией находится Яна Рубинчик. Здравствуй, Яна. Скажи, что происходит в парламенте? Далеко ли продвинулись депутаты? Добрый день. Начинается четвертое по счету голосование на выборах президента Латвии. За моей спиной находится помещение, куда сейчас во время голосования журналистов и других посторонних не пускают. Туда могут зайти только депутаты. Там находятся четыре кабинки для голосования. На прошлых выборах их было две, сейчас четыре, чтобы ускорить процесс. Сейчас коротко о процедуре. Во время первого раунда голосования участвуют все кандидаты. Если один из них наберет как минимум 51 голос, то он становится президентом. Если нет, начинается второй тур. Голосуют опять за всех кандидатов. По его итогам, если опять-таки ни один из кандидатов не наберет хотя бы 51 голос, из президентской гонки выбывает кандидат, набравший меньше всего голосов. И так до конца. Если за время голосования ни одному из кандидатов не удастся набрать хотя бы 51 голос, то выборы объявляются несостоявшимися. Новые выборы должны будут пройти через 10-15 дней. Тогда могут появиться и новые кандидаты на должность главы государства. Четвертый тур голосования понадобился потому, что в первых трех никто не набрал необходимого минимума 51 голоса. И первым выбор выбыл Мартинш Бондерс из регионального объединения. Он этому не удивился и сказал, что если будет второй тур выборов, то он в любом случае будет тоже участвовать. Я очень рад тем, что фактически эти выборы очень отличаются от предыдущих выборов президента Латвии. Потому что у народа была возможность увидеть кандидатов, была возможность узнать о них личности, немножко о том, что они намерены делать. Так что фактически это победа, победа, которая фактически получилась из-за объединения латвийских регионов и из-за нашей инициативы, что мы в январе начали говорить насчет кандидатов. Следующим выбыл Сергей Долгополов от Согласия. Сейчас рядом со мной Янис Урбанович, это председатель фракции Согласия. Господин Урбанович, я хотела бы узнать, как вы будете дальше голосовать? Есть ли общее решение для фракции? Кого поддерживать? Да, конечно. Никого. А если кто-то из фракции нарушит это решение, ведь все-таки голосование закрытое, вы уверены во всех? Вряд ли нарушит. Почему вы решили ни за кого не голосовать? Ну, масса причин. У нас хороший был кандидат, с одной стороны, с другой стороны, партии, которые выдвинули оставшихся двух, всячески нас предупреждали о том, что им вовсе не хотелось бы, чтобы их кандидат стал бы президентом благодаря нашей поддержке. Но если будет второй тур, Сергей Долгополов опять будет выдвигаться в качестве кандидата? Когда будет второй тур, тогда мы соберемся, проанализируем и примем какое-то решение. Спасибо. Это был Иоанн Сурбанович, лидер фракции «Согласие». Но надо сказать, что на фоне общего довольно-таки вялого дня, даже дебаты были очень вялые и короткие, произошел все-таки один небольшой скандал. Андрей Юдин, представитель фракции «Единство», во время голосования сфотографировал свой бюллетень с тем, как он проголосовал и выложил в интернет. И вот на это уже отреагировало и юридическое бюро Сейма. Такая практика не приветствуется. Конечно, никакое наказание в законе не предусмотрено, но Конституция предусматривает, что голосование закрытое. То есть это только депутат, и он заполненный бюллетень бросает в ящик, и после этого никто не должен видеть, как он проголосовал. Это не противоречит Конституции, потому что любой депутат может говорить о том, как он голосовал. Например, в эти последние дни журналисты регулярно задают вопросы, как вы голосовали, как вы будете голосовать. И, насколько я понимаю, большинство людей не скрывает о том, как они будут голосовать. То есть я сделал то же самое. Я не скрываю, как я голосую. И Мартинш Бондерс, уже выбывший, и те, кто еще участвует в гонке, Эгилс Левиц и Раймунд Свеенес, уже заявили, что они во втором туре будут участвовать. Надо сказать, что голосование проходит довольно быстро, на каждое из них уходит примерно час. Так что можно подсчитать, что, скорее всего, эти выборы закончатся где-то около пяти, сразу после пяти. И тогда мы узнаем, есть ли у нас новый президент, или будет второй тур выборов.